Лосиный след Вооруженные карандашом и бумагами сотрудниками охотнодзора идут по следу. Один маршрут часов в 5-6. Всего 4 бригады. За день они проходят десятки километров. Передвигаются по лесу учетчики только на таких лыжах. Иначе можно провалиться в снег по пояс. С собой обязательно должен быть навигатор. Он устанавливает связь со спутником. И тогда можно сказать точно по какому маршруту прошел учетчик. Если лось, лиса, заяц глухарь в этих краях постоянные местные жители, то губана этой зимой почти не встретишь. Численность не сократилась. Однако из-за напряженной ситуации с африканской чумой свиней кормушки для кабанов заполнять едой запретили, чтобы они не эмигрировали к нам из других регионов. В данном маршруте, где я прошел, встретились мне лосиные следы, зайчи, лиси, белки, белки малок и куницы. У нас сейчас лося в красном октябре охотхозяйстве становится по голове больше, чем те года. У нас начался учет с 1 января. Нам по приказу, по охране охотничьих угодий выдается это. Но каждый год проводим вот этот зимний маршрутный учет. Он проводится где-то около двух месяцев, до февраля месяца. После того, как все учеты лесничеств соберут вместе и животных подсчитают, станет ясно, сколько лицензий на охоту и на кого в этом году выйдут охотникам. Беспокоить нас действительно на территории республики вызывали отдельные виды животных, с которыми мы работаем, с которыми мы ограничили использование. Это по зайцу-беляку, что у нас все-таки республика не совсем лесная, то есть среда обитания зайца-беляка – это все-таки лесные угодья. То же самое касается глухаря. Сложное для зверей время года сотрудники охотнадзора сами помогают животным перезимовать. Устанавливают кормушки, соломец. Соль дает необходимые организму животных минералы. А случайно найденную в снегоходе мошку бережно положат обратно, чтобы благополучно дождалась весны. Алсу Гусманова, Игорь Романов, телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.